Уже пять недель подряд одним из наиболее заметных для населения ценовых скачков остается рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. В чем вообще была эта необходимость двойного повышения тарифов в этот и без того сложный для граждан год? Кому это нужно? А все строго по закону, обязаны индексировать в соответствии с уровнем инфляции плюс один процент. Насколько правильно проиндексировали, ответа нет. Людям объясняют, что из-за износа требуется крупномасштабная программа обновления сетей ЖКХ. Но ЖКХ дорожает постоянно, а ситуация лучше не становится. Более того, люди платят по отдельным квитанциям и за мусорную реформу, и за капремонт, рискуя при своей жизни не увидеть ни мусора перерабатывающих заводов, ни капремонта в своем доме. В марте 2023 года придут квитанции, где по новым правилам расчета общедомовых коммунальных платежей многих ждет резкое увеличение сумм. Похоже, что управляющие компании снова поправят свои финансовые дела за счет граждан, и никто не повысит зарплаты при этом. Не становится ли ЖКХ новой финансовой пирамидой, причем обязательной для участия? Своим мнением для накануне поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Это то, что в соответствии с законом. Но они обязаны были не с 1 декабря индексировать, а они авансом заранее проиндексировали. Если бы так и пенсии проиндексировали, было бы правильно. Но они наоборот. Они в июне, когда инфляция была 17%, они взяли и на 10% проиндексировали пенсии на 10% не с 18%, а надо было 18%. А потом, с нового года, на 4,8% повысили пенсии. В результате обжулили людей почти на 8%. В России коммунальное хозяйство изношено на 80%. Для того, чтобы все отремонтировать, нужны миллиарды, а денег нет. Где эти миллиарды можно взять? Конечно, с народа. Но народ и так накопил огромные суммы неплатежей. Так что же делать? Решение найдено. Все недостающие платежи управляющей компании распределят среди тех, кто добросовестно платит. Без всякого суда и следствия теперь мы будем платить и за себя, и за неплательщика-соседа. Вот зачем понадобились новые правила расчета общедомовых платежей. Совокупного дохода семьи. Вот 7% тогда все оплачивают 100%. Если тарифы выше 7% совокупного дохода семьи, то начинается кризис неплатежей. А у нас не 7%, а 22%. В результате полтора триллиона рублей неплатежи. И эти полтора триллиона нельзя к коммунальному хозяйству, поскольку кто-то не платит. Что они теперь делают? Для того, чтобы платить все, они на дом ставят счетчик. И независимо от того, кто платит, кто не платит, кто уехал, кто в аренду сдает квартиру, управляющая компания смотрит на этот домовой счетчик. И вы в доме обязаны заплатить по этому домовому счетчику. Несмотря на то, что вы по своему индивидуальному счетчику оплатили, вам предъявляется счет большего размера, чем у вас счетчик показал. Почему? А потому что ваш сосед не заплатил. За него платить будете вы. То есть все, кто не платит. И сумма этой неуплаты разносится по всем остальным людям. И разносится как общедомовые нужды. И у нас люди удивляются, что на мытье полов в месяц уходит 7 кубометров воды. А потому что это все списывается за тех людей, которые не платят по какой-то причине. Что касается предстоящих повышений сумм в квитанциях. Министры уверяют нас, что они все сделают для того, чтобы инфляции не было. И действительно, пока за прошедшие два месяца официальная инфляция 0,2%. Но вопрос очень серьезно стоит в другом. Власти начали передавать объекты ЖКХ в концессию. И в этом кроются самые важные изменения для граждан. Ведь сначала в концессию, а потом и в собственность олигархам. А там и бесконтрольное повышение платежей. Ведь это уже будет не коммунальное хозяйство для всех, а частная лавочка. А бизнес олигархов, он неприкасаем. Они передают в концессию объекты ЖКХ. Причем отдают Фридману, который гражданин Великобритании, и Виксельбергу. Виксельберг берет тепловые сети, Фридман берет водоканал. Когда приходит олигарх и забирает коммунальное хозяйство, он приходит с явным новелением получить прибыль. А за счет чего он эту прибыль получит? За счет тарифов. Концессионер, который берет объект, он им управляет. А расходы они, если эти расходы есть, делят между собственником, чаще всего это муниципалитет бывает, между собственником и концессионером. Но вот мы сейчас боремся, как можем, с тем, чтобы в концессию не передавали коммунальное хозяйство. Потому что концессия, а там есть положение, при котором концессионерам при приватизации имущество предоставляется вне очереди. Вот к этому сейчас все идет. Поэтому независимо от того, будет инфляция, не будет инфляция, будут повышать нам тарифы. Если они войдут в собственность, то уже никаких законов не понадобится. Они сами нам каждый день будут повышать тарифы, платежи до тех пор, пока народ не взорвется. Когда это их собственность будет, они захотят, дадут тепло, захотят отключить. Нет, получается, перегронить задвижку дальше. То есть коммунальное хозяйство, оно становится уже не коммунальным, оно становится частным. «Подписывайтесь на ютуб-канал накануне и следите за новостями в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании». «Подписывайтесь на ютуб-канал». «Подписывайтесь на ютуб-канал»! «Подписывайтесь на ютуб-канал»! «Подписывайтесь на ютуб-канал»!